Все мы видим прекрасно, что уже развитие вообще креативного контента, оно идет вперед, оно уже очень различное, оно уже в разных формах. Линейное телевидение как таковое, нельзя его уже рассматривать как основным источником информации и потребления контента. Например, у нас в Украине телевидение давно поняло, что оно тоже должно инвестировать в контент не только в свою сетку, но и в том числе на другие платформы, которые сейчас развиваются с сумасшедшей скоростью, и поэтому на платформах более оригинальный контент, более откровенный, который сейчас реально требует зритель. И тем самым тоже телевидение, не боясь инвестировать туда, изучает зрителя, все это очень глубоко анализируется, но тем самым он и взращивает зрителя, потому что зрителю нужен чем далее, тем более интеллектуальный контент, и он его уже требует. И таким вот образом, если складывать инвестиции всех участников этого процесса, и производителя, и телевидения, и платформ, мы можем получать контент в гораздо большей стоимости, что повышает его качество. Вот это залог будущего в любой дизуальной индустрии, которая во всем мире уже впереди и очень сильно развивается. Молдова должна в это встраиваться. У нее есть огромные преимущества, у нее тоже есть четыре сезона, у нее есть разного рода локации, там равнины, есть леса, есть архитектура разная и так далее. Для киношников это невероятно важно. И самое главное, есть индустрия, которая в действительности готова принимать такое партнерство, и поэтому необходимо запускать всю эту систему просто немедленно. И чтобы встроиться в систему мирового интернационального индустриального движения вперед в аудиоизуальном секторе, Молдова должна изучать опыт зрителей не только Молдовы, но и, соответственно, и других государств, тех рынков, на которые она могла бы рассчитывать. Подобные мероприятия, которые сегодня проводятся, это тоже в том числе очень полезная вещь. Нужно в любом случае сейчас смотреть на мировые тренды, которые будут популярны в будущем, потом учить своих авторов местных, своих креативщиков всем этим трендам, которые развиваются. Индустрия и государство – это в первую очередь партнеры, это самое главное. Мы в Украине давно это поняли, мы вместе совместно работаем над развитием индустрии. Для того, чтобы стимулировать это развитие, а в частности для креативных индустрий, придумано очень много разных форм поддержки, как, например, кэш-ребейт, это возвраты части квалифицированных расходов, это самая популярная, пожалуй, в мире система поддержки кинематографии, вообще производства аудиозуальной продукции, потому что первое, что они приводят, это самое главное, тот самый воздух, который необходим стране, это инвестиции. Иностранный инвестор первый вопрос, который задает вообще, заходя в страну, именно вопрос о кэш-ребейте. Есть еще несколько видов форм господдержек разных. Это финансирование, субсидирование, есть различные фонды, которые помогают развивать в первую очередь стартапы, новые какие-то идеи, или же помогать действующим проектам, для того, чтобы они были более качественными. Эта поддержка, особенно в начальном этапе, или же для локального контента, она очень необходима. На этой же поддержке развивается и внутренний рынок, то есть те самые специалисты, которые будут готовы работать в интернациональной системе производства.